В ОФСИН России по Самарской области 16 кинологических подразделений, в которых содержится 195 служебных собак. Это немецкие, кавказские, бельгийские, овчарки, ротвейлер, кукер-спаниели и лабрадоры. Попадают к кинологам, а они полугодовалыми щенками, а на службу собаки могут поступать уже с года. Служебных собак мы получаем с племенных питомников в ОФСИН России, в основном и Туряновская область. В прошлом году оказалось, мы получили 12 служебных собак-щенков, в этом году мы получаем еще 10. То есть, вылезаем вместе с ветеринарами, смотрим состояние, подбираем, но в основном это все шинки и все служебные собаки породы немецкой овчарки, которые обладают наиболее рабочим качеством. Служебные собаки охраняют периметр исправительных учреждений, ищут наркотики, проверяют въезжающий транспорт на наличие запрещенных веществ. Длинношерстная немецкая овчарка Бригитта демонстрирует обыск отдельно стоящего транспорта. Она обязательно обходит ходовую часть машины, и если обнаружит взрывчатое вещество, оружие или боеприпасы, подает знак хозяину. Контакт собаки и кинолога – одна из самых сложных и важных составляющих в работе. Когда работа у меня такой же спокойный, как и она. Я понимаю, что большая часть работает с собаком, а мы делаем контроль, направить ее на это дело. Я должен тоже вникнуть в понятие, успокоиться, что Бригита, все хорошо, сейчас мы отработаем с тобой, поедем, получим домой. На службу вовсе наобычно берут собак сангвинников и холериков, а вот меланхолики не подходят, слишком мечтательные. У них развито зависание, тормозность, оно так и называется, и сильная ориентировочная реакция. Ориентировочная реакция – это отвлекаемость абсолютно на все. Собакой можно заниматься, она увидела любой раздражитель, допустим, птицу, голову вверх подняла и забыла, что в принципе делала. Одно из самых ярких упражнений, которые отрабатывают служебные собаки – это лобовая атака с задержанием. Брат, давай! Брат, давай! Брат, давай! Брат, на земле! После пяти лет службы собаки проходит комиссию, которая определяет, можно ли остаться на работе или пора на отдых. Немецкая овчарка Регина уже вышла на пенсию. Она осталась жить у своего кинолога, но продолжает приносить людям пользу. Участвует в канистерапии, общается с людьми с особенностями здоровья, а также с пожилыми и детьми. Девочка с 7-8 лет, очень неуверенная в себе, есть определенные проблемы. Вот посмотрев на Регину, посмотрев на меня рядом с собакой, она захотела повторить, захотела так бодро встала, а можно, а можно. Наша Регина, она умничка, конечно же, и сидеть, и лежать, и команда «Змейка» в церковной, в общем, все-все-все. И когда она все это выполнила, конечно, девочка была в диком восторге. За активную волонтерскую деятельность и многолетний труд сотрудники кинологической службы наградили Регину медалью. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.